Юрий Власов, Формула Воли, Верить Углубляются позвоночные боли на всех уровнях. Я не нахожу от них покоя ни в одном положении. Месяц за месяцем я с ними. Они уже многие годы во мне, но такой лютости впервые. Я даже размышляю, не писать ли мне лежа, так как через 10 минут боль сгоняет со стула. Я горблюсь, хожу плавно, мелкими шагами, наклоняясь долго и осторожно. И мечтаю об операции. Вырвать эту боль. Все годы меня не отпускали боли в шейном отделе позвоночника. Теперь это не боли, а безжалостные клещи. За зиму я в черне заканчиваю справедливость силой. Я списываюсь со знаменитыми атлетами прошлого, скапливаю ценный материал. Никому другому эти люди не скажут того, что узнаю я. Это письма из Италии, Соединенных Штатов Америки, Австрии. Я работаю в архивах и научных библиотеках. Книга обещает быть интересной, и я все время подвигаю ее, подвигаю. Где-то на задворках сознания копошится опасливая мысль. А вдруг станет еще хуже. Тогда не смогу сложить и эту книгу. И я спешу собрать ее до весны. Не будь я в таком состоянии, я ни за что не сел бы за нее. У меня столько других, более важных планов. Именно так обратиться к прошлому мировой тяжелой атлетике, исследовать развитие высшей спортивной силы, меня понуждает физическое состояние. На любую другую работу я не гожусь. Сначала надо преодолеть болезнь и окрепнуть. Чувство и напряжение больших книг могучи, и не по плечу мне сейчас. Постепенно слабость сужает жизненное пространство. У меня недостает силы для езды по городу и работы в общественных залах. Среди всех прочих ограничителей первое место за спазматическими головными болями. Даже незначительная духота в зале или комнате непереносима. Мне тут же делается худо. И еще это гипотония. Я едва таскаю ноги. Мне прописывает кофеин, но даже от ничтожной дозы я не в состоянии заснуть, хотя принимаю ее утром. В кистях и плечах растяжение следует одно за другим. Тело кажется мне бумажным. Без преувеличения, ежели бы меня дернул за руку ребенок, я тут же схватил бы чувствительное растяжение. Какое-то глупое и непонятное состояние. Я ничего не мог понять. Кровоточивость десен поражает даже врачей. Я теряю зубы, и никто ничем не может помочь. Глазные боли становятся привычными, как и расстройство пищеварения. Пытаясь двинуть книжный шкаф, я ломаю ребро. И это на том самом месте, куда еще какие-то 10 лет назад я опускал штангу весом в 240 килограммов. Теперь я разговариваю с одышкой. Мне трудно говорить. Я делаю паузы. Дыхание у меня сиплое, натужное. Все чаще приходит одна и та же мысль. А может быть, я попросту износился, и это все? И мне надо лишь мужественно уйти. Я отдаю малую штангу, гири, гантели, превосходный станок с отменным утяжелением. Все, все прочь из дома. Отныне я не верю в тренировки. Они разрушили меня. Они возводят болезни в еще худшую степень. Все болезни, что гнездятся во мне, встают на дыбы. Я расквашен, разжижен. Я взрываюсь от ходьбы, кровь стучит в голове. Непонятные ночные лихорадки, оживая, смыкаются с лихорадками от воспалений легких. К утру у меня насквозь мокрые простыни, подушка, одеяло, матрас. Порой я теряю за ночь 3-4 килограмма. Меня качает от слабости. Все зыбко, неустойчиво. Иной раз я перемещаюсь, опираясь на стены. Впервые я не пишу. До сих пор я работаю в любом состоянии. Чтобы ночью не простужаться в мокрой постели, сплю на пледе. Позвоночные боли преследуют в любом положении. Не могу толком ни лежать, ни сидеть. Одно воспаление легких сменяется другим. Я в неприходящей простуженности. Меня изнуряют желудочные расстройства. Я свыкаюсь с болями в сердце и уже не пугаюсь. Я постоянно зябну. Я мерзну даже в жару. В промежутках между воспалениями легких я не отваживаюсь соваться на улицу. Я намечаю маршрут для обязательной ходьбы из угловой комнаты, где спит дочь, до окна на кухне. Упрямо каждый день я набираю на нем около часа. Кажется, я живу на корабле. Дни и ночи меня мотает и мутит. Во сне я испытываю приливы крови к голове. У меня такое чувство, будто она распухает пузырем и вот-вот лопнет. Каждый удар сердца отдает в ней. Никакие лекарства уже не помогают. Обхватив голову, я сижу часами. Малейшее движение — боль. Надо терпеть, терпеть. Зубы мне удаляют дома. Я не в состоянии добраться до поликлиники, тем более высидеть очередь. Невероятной силой обозначается тоска по жизни. Я остро переживаю каждый восход солнца, каждый ливень или шум листвы под ветром. Я тоскую по каждому дню. Я считаю про себя, какой год я уже загнан болезнями на домашний пятачок. Хохот, голоса с улицы вызывают щемящую зависть. Большинство передач по телевизору я лишен возможности смотреть. От них кружение головы и боль. Я избегаю магнитофона. Это слишком серьезное напряжение. Да-да, жизнь катится мимо. Я всего лишь зритель. И теперь уже часто я ловлю себя на том, что думаю о будущем. Я прикидываю, как будет близким без меня. К осени я начинаю сознавать еще один такой напор болезней, и я рассыплюсь. Отчего лихорадки и беспомощность организма? Что с его защитными силами? Я допрашиваю медицинские книги, я должен найти ответ. Тогда я спасен. И я найду его. Найду. Какое-то время я считаю виной лихорадок туберкулез или его интоксикацию. Туберкулезом и тяжелым многие годы страдала моя мама. Погодя, я склоняюсь к виновности ревматизма. Все протекает весьма похоже. Я даже виню в развалах малярию. Она трясла меня в детстве. Версии эти отпадают, и я опять пытаю книги. Но они молчат. Смутной догадкой приходит сознание того, что я страдаю не от какой-то нераспознанной болезни, а главным образом из-за изношенности нервной системы и потери энергии, жизненной силы. Именно поэтому самые современные препараты не способны излечить меня. Если есть какая-то определяющая болезнь, которую не могут найти, она все равно не главная для моего состояния. Все время я обдумываю эту мысль. Уже твердой убежденности приходит и другая. Медицина не может вернуть здоровье. Она может приглушить болезнь, дать возможности избавиться от нее, но заменить здоровье лекарствами не способна. Я уже понимаю, что так называемые неизлечимые состояния очень часто кроются в потере организмом жизненной силы. У человека нет сил преодолеть болезнь. Очевидно, такого человека надо лечить иначе и осторожнее всего лекарствами. Нет, не отказываться от лекарств. Организм без их помощи еще слишком ненадежен, хил, а осторожно выправлять ими все осложнения на пути обретения жизненной силы. Но все определяет жизненная сила. Я еще очень далек от исчерпывающего ответа. Я еще слишком многого не понимаю, а жизнь в таких случаях наказывает. Я еще опускаюсь до того, что жалуюсь знакомым, жалуюсь по телефону, в письмах и разговорах. Я еще не сознаю, что всякая жалоба, пусть даже себе, предательство себя, ибо трухлявит волю, умножает энергию болезней, укрепляет зависимость от всех болезней. В подавляющем большинстве случаев любая зависимость, жесткая подчиненность, уже сама по себе болезнь. Я еще ищу врачей, которые сумеют разобраться в моем состоянии. Я, как кролик, заглядываю каждому врачу в глаза, ожидая исцеления и чуда. Когда-то в биографии Бетховена я вычитал его жалобу стон «О провидение! Не спошли мне хотя бы один день чистой радости!» Я счел это красивым преувеличением. На что я знал о страданиях? Теперь же я всем телом, любой частицей себя воспринимаю муку каждого слова и музыкальной ноты. Но во что я уже превратился? У меня трясутся руки, голова, нарушается речь, я забываю слова, путаю имена, события, привычные названия, говорю невнятно. Уже несколько лет я не могу низко наклонить голову, стопорит боль в позвоночнике. Ночами мне так часто бывает плохо, что последние три года я вообще не выключаю свет. И еще укачивание. Меня стало безбожно укачивать в автомобиле и метро. меня мутит даже в лифте. Я настолько меняюсь физически, что меня не узнают. Я могу стоять с человеком, знавшим меня в недавние годы, и быть неузнанным. Почти бок о бок сижу на трибуне с Виктором Куренцовым, и он не узнает меня, а ведь мы выступали в одной сборной и сколько же тренировались вместе. Таких примеров более чем достаточно. Когда я вошел в номер гостиницы Пекин, к известному итальянскому режиссеру, автору фильма об Олимпийских играх в Риме, он непонимающе взглянул на меня. И когда я назвал себя, сказав, что пришел по его просьбе, он все равно недоумевающе смотрел на меня. Когда же, наконец, до него дошло, кто перед ним, он не сумел скрыть глубокого изумления переменами во мне. С каждым днем во мне растет презрение к себе. Я смотрю в зеркало, и мне мерзок тот человек, что довел себя до столь постыдной жалкости. В том, что со мной происходит, виноват прежде всего я сам. Я хил и недостаточно крепок. Вот и все. Надо быть достойным борьбы, уметь противопоставлять гнету обстоятельств, срывов и усталости от работы определенное поведение. А я... Я ничего не видел, кроме своих бед и болячек. Я расшився по своей вине. Я не сумел верно держать себя, не сумел подчинять обстоятельства. Я именно жалок. Много подобных мыслей передумываю я. И все сводятся к одному, к укреплению презрения к себе. А это уже само по себе созидательно, ибо стирает власть самых влиятельных сил, болезней и страхов. Дни и ночи я перечитываю исповедь Аввакума. Меня завораживает неукротимость его духа и невероятная физическая крепость и выносливость. Аввакум Протопоп понужен бы стяжитие свое написать. Этот поборник старой веры поражал воображение. Существо религиозного столкновения не занимало меня. Важно было другое. Как может вынести человек бесконечное издевательство и страдания и сохранить в полном порядке здоровье и умственную энергию? Детство тяжелейшее. Отец пьяница и рано умер. Мать постница и молитвенница по смерти мужа постриглась в монахини. За свою жизнь Аввакум снес столько страданий, что и маленькой талики их хватило бы свалить любого человека. Его неоднократно жестоко избивают. От этого он лежит сутками. Его наказывают кнутом, сажают на цепь. Он проделывает путь, ссылку полной нечеловеческих страданий. С ним его семья. Аввакума ссылают в Тобольск, погодя на Лену и в Даурию, за Байкалье. Он тащит лодку в упряжи, сидит месяцами в ледяной тюрьме, ест траву, сосновую кору и разную мертвячину. Его нещадно избивают, оскорбляют, держат в кандалах. Он хоронит двоих сыновей. Вскоре после возвращения из ссылки в Москву, его снова ссылают, теперь и на Мизень. Через полтора года его перевозят в Угрешский монастырь, а затем в Пафнутьев, где заточают в темницу с забитыми окнами и дверью. Из этого монастыря его отправляют в Пустозерск, это уже край северного холода. Семью ссылают опять на Мизень. И его и семью сажают в земляные тюрьмы. С тех пор Авакум называл себя живым мертвецом. Его тюрьма — яма, выложенная бревнами, крыши нет, настоящая могила. В северной стужу он сидит совершенно ногой в земляном срубе на хлебе и воде. Но в посты он на две недели отказывается и от этой пищи. Временами у него нет сил молиться вслух, и он твердит молитвы про себя. И именно тогда он обращается к литературному делу, к писательству. Он создает замечательные памятники русской письменности, исторические документы эпохи, среди которых первая по своему значению автобиография. Кстати, это и первая художественная автобиография в русской литературе. Влияние этих документов столь велико, что после долгих лет заточения в апреле 1682 года Аввакума сжигают на костре. Другого способа принудить его замолчать нет. Ему было тогда 62 года. Я перечитывал житие и упорно искал ответ. Почему человек не развалился, не умер? Почему оставался неуязвимым в голоде, неимоверной стужей бедах? В чем основа этой стойкости? Ведь вся жизнь в нечеловеческих испытаниях. Да, да, убеждение, и ничто другое, только убеждение. Теперь я читаю все, что нахожу о лечении бехтеревым внушениями. Это поразительно. Люди научаются видеть, овладевать движением без операций. Я, по возможности, знакомлюсь с его взглядами. Что там знакомлюсь? Я глотаю каждое слово, они врастают в мою плоть, их не оторвешь уже никакой силой. Ведь можно внушить себе определенные мысли и преодолевать болезненные состояния. Меня увлекает история преодоления болезни знаменитым бактериологом Луи Пастером. 46 лет его поражает инсульт, очаг в правой половине мозга. Еще не отправясь от удара, Пастер обкладывается всеми известными работами по головному мозгу. Это изучение дает ему ключ к преодолению болезни и ее последствий. Выздоровев, он продолжает исследования и совершает самые важные научные открытия. В добром здравии он доживает до 73 лет. Единственным воспоминанием об ударе явилась небольшая хромота. При посмертном вскрытии было обнаружено, что почти вся правая половина мозга атрофирована результат того давнего удара. Стало быть, левое полушарие взяло на себя всю работу. Возможности мозга поистине велики. Жажда жизни, жажда выздоровления, вера в победу становится такими могучими, что я уже не сомневаюсь в своих силах. новой силой духа я по-новому организую все процессы в организме. Вздор, будто человек не может вмешиваться в деятельность внутренних органов. Дух всевластен. Ведь человек заболевает в большинстве случаев под влиянием определенного душевного состояния, которое становится ведущим. В итоге неизбежные расстройства организма. Стало быть, такая связь между духом и внутренними органами очень тесна и непосредственно. В одну ночь ко мне приходит понимание бессилия лекарств и врачеваний. Напор тяжких переживаний, волевая рыхлость превращали меня в раба недугов. Человеческий организм теперь представляется мне огромным ухом, и это ухо наставлено на тебя, не проходит бесследно ни одна мысль. Болейшее движение мысли отмечается и подытоживается соответствующей физиологической реакцией. Да, да, любая мысль переходит в твой физический строй. Не существует бесследных мыслей. Все мысли замыкаются в наших физиологических системах. Они суживают или расширяют сосуды, задерживают деятельность пищеварительных органов, нарушают сон или бешено гонят сердце. Невозможно проследить все множество этих ответных реакций. Скверные мысли, неблокированные волей сопротивления и мужеством поведения, злоба, раздражительность, страхи, жалобы, сомнения, беспокойство. Все это оборачивается расстройством организма, а в течение длительного времени хроническими расстройствами на уровне болезней. Надо воспитать себя, а точнее перевоспитать, дабы несчастья, горе, усталости и беды не обращались в подавленность, беспомощность, растерянность, страх, а наоборот разбивались об энергию сопротивления. Надо, чтобы единственным ответом на подобные чувства и события было поведение, организованное на преодоление печальных и трудных обстоятельств. С того мгновения я поверил в то, что нет безвыходных обстоятельств. Есть лишь дряблость духа и неспособность верно организовать свою жизнь и поведение. Любое непреодолимое стечение обстоятельств должно вызывать лишь одну реакцию волевой отпор поведением и устранением всех препятствий. Мое отношение к жизни было вообще больным неверным. Я воспринимал ее огромной глыбой, которая меня давит дни и ночи, и нет сил для отпора. Такова, мол, моя участь быть загнанным и больным. В этом и крылась главная причина моих несчастья. За мелочью забот, усталостью, бедами я похоронил созидательность преодоления трудностей, радость бытия, преклонение перед счастьем дней. Устало, раздраженно я перебирал дни, накапливал в себе яды и утомлений. Жизнь это огромный дар, нельзя жить тускло по привычке, а я уже привык к постоянным беспокойствам, сомнениям, страхам, озабоченностям, другим я и не был последние полтора десятка лет. Как можно жить, когда нет радости перед жизнью, когда не ждешь с благодарностью каждый день, когда дни безразличны, как не заболеть, коли ты в вечных страхах, дни в сомнениях, болезнях, страхах, ведь это не жизнь, она теряет привлекательность, ее заслоняет беды, заботы, и мы уже не живем, а существуем по привычке. А все это означает и соответствующее состояние наших внутренних органов, их тонус, характер, реакции, способность к сопротивлению неблагоприятным фактором. Организм буксует, чадит, самоотравляется и в итоге ломается во многих звеньях. Да, да, надо изменить главное отношение к жизни, взгляды на беды, несчастье и вообще на все. Когда я это понял, меня хватила лихорадочная радость. Нашел. Это то, что я искал. Теперь уже не играет роли, чем я болею. Этот отпор универсален. Он выведет мой организм из тупика. Поставить над всем дух, и он выведет меня из тупика. Теперь я всемогущ. Мне не нужны лекарства, врачи. Я встану из любой беды я не сокрушим. Понятие беда в привычном смысле уже не существует для меня. Раньше в беде было слишком много от безысходности, отчаяния и страхов, а теперь это будет означать лишь умение организовать свое поведение. Только в таком случае я раздвину любые печальные обстоятельства, и они не станут фатальными, непреодолимыми. Нет беды, есть неблагоприятное истечение обстоятельств, и оно устраняется определенным поведением, безоглядной, беспредельной верой в силу духа. Это был настоящий переворот в моем сознании и представлениях о жизни. В те дни я заново передумал все мысли, которые так потрясли меня в лето 1977 года. Теперь это было уже не отчаянное горение, а определение поведения моего места в жизни и соответствующего отношения ко всем возможным препятствиям и срывам. Волевое сопротивление, мужество поведения, энергия строительства дела там, где от него часто отказываются или принимают за чересчур обременительные, все это наделяло необыкновенной забытой давно радостью. Я с содроганием думал о своей прежней незащищенности, бессмысленности в поступках, дряблости. Отныне все иначе, отныне любая беда, любые срывы, неудачи всего лишь начало работы и ничто другое. Нет безвыходностей, выход всегда существует. Эти мысли всколыхнули, они сокрушали весь панцирь старых привычек и мнений. Я как бы заново учился видеть. Все уже виделось иным, совершенно все. Каким же жалким я был прежде, до ничтожества жалким. Теперь я это видел отчетливо. Я мечтаю о солнце, реке и песке. Мне кажется, нет высшей счастья, как окунуться в воду и плыть, плыть, а потом насыщаться солнцем. Я вспоминаю юность и луга, поля, грозы, метели. До мельчайших подробностей вижу плесы, сосновые боры, прокаленные солнцем. запах смолы кружит голову. Нет, я здоровый, сильный. Я все верну. Трудно поверить, но буквально с первых недель нового состояния я начал поправляться. Нет, болезнь сохранила инерцию, и все ее проявления давали о себе знать вполне определенно, но сила их затуплялась с каждым месяцем. В осень и зиму я наметил решить несколько задач. Основная отказаться от лекарств. Они вносили хаос в реакции организма и в значительной мере снижали его защитные свойства. Лечить надлежит не болезнь, а причины ее породившие. Таблетки способны обеспечить устойчивость на несколько недель, а я хочу быть хозяином здоровья. Не позволю и не допущу, чтобы жизнь находилась во власти таблеток. Обращаться к лекарствам лишь в критических случаях. Организм лечит его внутренние силы. Лекарства лишь помогают преодолеть болезненное состояние. Поэтому мне и не помогли 21 антибиотик, который я пропустил через себя к тому времени. Надо оздоравливать организм. Крепкий выносливый организм сам задавит все болезни. Это моя генеральная задача. Обязательно отказаться от снотворных. С 1962 года я принял большой таз таблеток. Они разрушили естественный сон. Я страшился остаться без них. Как можно мечтать о возрождении жизни допускать в практику снотворные, прямо влияющие на все психические процессы. Таблетки это признание своей зависимости от обстоятельств. Это нарушение главного принципа возрождения. Это червоточено в системе воли. Недопустимо гнилая опора в новой постройке. Прежде при старых взглядах подобные лекарства оказывались неизбежными. Но теперь я другой, навсегда другой. Какое же презрение я испытывал к себе? И в самом деле сложить голову не в рискованной экспедиции, трагическом стечении обстоятельств и не в какой-то роковой эпидемии, а в московской квартире в тепле среди лекарств обилия пищи, забот близких. Это ли не позор? Я был противен себе. Мне становилось не по себе, когда я вспоминал и свои отношения с людьми. Система оздоровления первая цель закаливания. Следовательно, отказаться спать на пледе и снять нижнюю рубашку. Для меня это была по-настоящему серьезная цель. я не избавился от ночных лихорадок, не ведал причин их, но не сомневался, возьму под контроль. Тот же обильный пот донимал меня и при любом движении, а мокрый я оказывался беззащитным перед простудами и воспалением легких. К тому времени я потерял им счет, и все же в данном случае я тоже не сомневался, что подчиняю себе обстоятельства. Словом, простейшие операции снять плед и шерстяную рубашку обретали смысл едва ли не преодоления всей болезни. Самые трудные шаги всегда первые. Одновременно осваивать ходьбу как то же средство физического оздоровления. Ходьбой возвращать выносливость и прокладывать путь к будущим тренировкам. Как преодолеть позвоночный недуг при нарушенном мозговом кровообращении я не представлял, однако верил, подберу и под него ключи. Итак, очистить организм от яда лекарств и оздоравливать. Начать с ничтожного, но укреплять его, укреплять, отвоевывать каждый шаг, каждый день без лекарств, снижая дозы, отказываться от них, отказываться постепенно, но решительно отказаться в ближайший месяц-полтора. День без лекарств и в движении победа. Не поддаваться неудачам, любые срывы, любые болезненные явления рассматривать как временные, отвергать и не принимать ничьи предостережения. Другого пути к выздоровлению нет. Этот путь единственный и не только для меня. Природа поставила его единственным для всех, кто попал в подобную передрягу, а таких, как я после убедился, совсем немало. И так вперед! Отступлений быть не может, осваивать программу каждого дня. Меня не надо было уговаривать. Я дошел до того градуса болезни и развала, когда уже нечего было терять, речь шла о жизни. Презрение к себе и в то же время страсть к жизни делали первые шаги желанными. Я не страшился никаких последствий, отметал и презирал любые последствия, готов был принять любой удар. А что мне в самом деле было терять? Болезни? Немощь? Вырождение? Или годы в жалкости и ничтожестве? А приобретал я весь мир и я двинулся без колебаний. В новом психическом состоянии и новом понимании жизни я уже ощущал способность и потребность к безграничному управлению собой. Я уже не сомневался, на любой уровень напряжения жизни, на любое противостояние и любую отдачу себя существует волевая приспособляемость. Только надо постичь умение управлять собой. И я сумею выносить любые нервные нагрузки. И я стану другим, уже становлюсь. Но без устранения чужеродного химического вмешательства в мое психическое состояние, данный процесс беспочвен. Первая схватка за себя отказ от искусственного сна. Я был насыщен жаром этих слов. Это само по себе и являлось действеннейшим самовнушением. Я перся на него, приступая к одной из самых болезненных операций, я не сомневался в успехе, не допускал и новой исходы. Это есть то самое бехтеревское страстное, могучее, безоглядное убеждение, которое стирает прежнюю связь в мозгу. Только я сделал это внушение идущим не от кого-либо, а от себя. К тому времени даже вид снотворных вызвал у меня отвращение, а ведь до сих пор я ничего подобного не испытывал. Я дорожил ими, страшился остаться без них. Правда, я часто перепевал снотворное и страдал всеми последствиями этого. Однако не представлял жизнь без них, какие только снотворные я не пропустил через себя. И в каких дозах, и все равно они плохо брали. Поэтому я и присовокуплял к ним уйму успокоительных средств. Это ослабляло память, изменяло характер, и все равно за всем этим не стоял полноценный сон и отдых. Итак, вечером 14 сентября я выложил на ночной столик две таблетки, одну из которых надломил надвое. Половинку я вернул в коробочку. Доза была уменьшена на четверть. Я осознавал, что через здоровый сон во многом лежит путь и к преодолению сосудистых заболеваний. Нечего помышлять о выздоровлении вообще без восстановления здорового сна. И это тоже умножало готовность к сопротивлению. Когда я допил последнюю частичку таблетки, настал черед спать вообще без снотворных. Как ни был я защищен внушениями, ночь надвигалась стеной. Я встряхивал себя, освобождаясь от навожений, но тут же возвращалось чувство беспомощности и возбуждения. Я повторял все слова убеждений и возрождал прежнюю решимость. А ночь уже потушила огни за окном и напустила тишину. Кто жил на снотворных столько лет, сколько я, поймет мое состояние. В половине четвертого у меня поднялась температура. Я оказался себе обваренным, я горел. Необычайное нервное возбуждение лишило меня возможности лежать или сидеть. Я шагал по комнате и шагал. Однако с утра включился в обычную работу. Я работал, занимался всеми прочими делами. И все время я ощущал жар. Возбуждение не умерилось к ночь. Снова я не сомкнул глаз. Это была настоящая буря, бунт организма против моего решения. Безрадостные мысли гнули меня, но я упрямо шагал и шагал, выстраивая свои доводы. Да, я довел себя до развала и отказываюсь жить в хворях и слабостях лишь через преодоление привычки к искусственному сну путь к выздоровлению. Все слова были яркие, очень цветные и каждая глубоко вклинивалась в меня. Одни слова ранили, ослабляли, другие краили, штопали следы этих слов и вздергивали волю. Читать, отвлечься какими-то другими занятиями я не мог. Слова не проникали в сознание. Нервное возбуждение, похожее на иступление и горячку, не позволяло сосредоточиться. И снова с утра я включился в круг обычных дел. Как приговор, как пытка наступила третья ночь. Нет, не наступила, а разверзлась черной пропастью. Я уничтожал словами это чувство, но не все удавалось, и ночь окружила меня пыткой. Так и покатились мои будни. Ночь, две без сна, затем ночь вполне достаточного сна. Из трех ночей не смыкать глаз две в течение полугода очень накладно. Подлинное возрождение сна наступило через три года. Оно было связано с общим решительным оздоровлением организма, и возвращение к естественному отдыху сделало это возможным. Стремясь избавиться от ночных лихорадок, я пришел к мысли о необходимости горячих ванн. Все прочие соображения явились производными. А вообще, что такое ванна для организма, я оценил, прочитав книгу Залманова «Тайная мудрость человеческого организма». Я подправил крайности выводов Залманова чтением другой литературы по бальнеологии. Лучшей работой, на мой взгляд, является книга Олефиренко «Тепловода лечения». Горячими ваннами я рассчитывал поспособствовать налаживанию обменных процессов и устранению иных болезненных состояний. Но как обратиться к горячим ваннам, когда я и после обычного душа едва засыпал, да еще почти всегда простужался? А сосуды о сердце выдержат ли? Еще множество иных соображений заставляло сомневаться. Ведь уже лет двадцать, как я перестал принимать горячие ванны, довольствуясь душем, от всевозможных парных я отказался едва ли не в юности, я чувствовал себя разбитым от них, и вдруг, когда мне за сорок я в самом упадке обратиться к ваннам. Я начал прием ванн с первого октября того же года. За исходные я взял ванны температурой тридцать семь градусов и длительностью в одну минуту. До сих пор помню ощущения от первой ванны. Я кипел и бурлил, будто наелся карбида. Я терпел. Я знал, так должно быть. Я лишь отказался от ежедневных горячих ванн и начал принимать их через день. Спустя два года после начала приема ванн я смог отнести время приема на вечер. Не позже семи часов вечера. С освоением ванн получаешь добавочные лечащие средства против простуд. Последствия любых переохлаждений устраняются ваннами. Кроме того, ванны весьма помогают мышечному восстановлению. Их воздействие гораздо глубинней, чем массажи. В те же дни сентября и начало октября я покончил с властью пледа и шерстяной рубашки. Я снова постелил вместо пледа обычную простыню. Пусть изводят ночные лихорадки, я буду вставать и менять простыни, но только не изнеживать себя пледом. Из-за микроклимата под шерстяной рубашкой я оказался податливым любому охлаждению. Если и существовала необходимость в таком белье, теперь я ее изживу. Я дал слово никогда не носить шерстяное белье на голое тело. Из одежды нет ничего более изнеживающего и поэтому опасного. Я навсегда отказался от свитеров с глухими воротниками, на добрую часть шеи и от шарфов. Здесь в городе и нашем климате нет таких условий, которые оправдывали бы подобную одежду. Изнеженность делает нас податливыми на простуды. Я вообще пересмотрел и основательно облегчил гардероб. Мои беды усугублялись тем, что я был лишен свежего воздуха и здорового круговорота крови. Я утратил способность к физической работе. Длительная бездеятельность сказалась на сердце, сосудах, легких, без движения, на свежем воздухе. Нечего и помышлять о выздоровлении. Я обязан двигаться. Мне пока недоступны тренировки и бег, поэтому осень, зиму и весну я положу на освоение ходьбы, а дальше начну осваивать и тренировки. И ничто и никто не остановит меня. Нет таких препятствий, которые способны заставить отказаться от данных решений. Через ходьбу в любую погоду я приобрету устойчивости к погоде и к физическим нагрузкам. Пусть самым примитивным, но за примитивными я потяну все более серьезные и сложные. Любая ходьба для меня продвижение к торжеству над немощью, не гнаться за расстояниями скоростью, не обращать внимания на скорость всех других людей. Главное идти, вцепиться намертво в эту возможность. Первые прогулки. 8-12 минут топтания возле подъезда. Но больше я не доставала сил. Я становился мокрым, меня начинало мутить. Эти первые недели меня сопровождали жена и дочь. С собой они несли запасные вещи. Вдруг меня зазнобит или охватит ветер. Да, да, я был жалок и смешон. Я был таким, но не моя решимость. Она крепла с каждым часом. Я видел будущее и в нем себя. В том будущем я не видел сомнений, страхов, усталостей. Я поклялся вернуть себе будущее именно таким. Через 3-4 недели я поставил новую задачу отойти от дома на 300 метров. Когда я возвращался, мир качался и чернел, в ушах ревели водопады. Я выдавливал из себя улыбку, не чувствуя лица. Я входил в дом и плелся в ванную. Лишь там я отваживался переодеваться. С меня текли горячие ручьи. Я стаскивал совершенно мокрые рубашки. Но мне нельзя было даже смыть пот. Я тут же простыл бы. Я утирался полотенцем и пережидал, когда остыну. Когда я освоил эти 300 метров, я смог выходить в парк. Какими же мучениями давался первый круг. На тяжелкие 700 метров рядом с домом ушли последние дни октября. Весь ноябрь и декабрь. У той части круга, где обрывался деревянный забор, ограждающий строительство, я обязательно покрывался испаренный. С недоумением я разглядывал этот круг из окна кухни. Какой же он крошечный. Я завидовал людям. Это же счастье идти скорым шагом и быть сухим без одышки. К Новому году я стал проходить этот круг, обливаясь потом лишь на обратном пути. Но самое отрадное я стал меньше утомляться. Уже много лет я не видел ничего кроме этого парка напротив моего дома. Парк не только надоел, он тяготил, ведь я кружил возле дома, готовый в любой момент сбежать. В четверти часа ходьбы от нас находился другой парк. Я решил, что приспело время и для него. Это было непростое решение. Если я стану мокрым, я уже не спрячусь дома. И тогда пожаловала спасительная мысль, а если нести в сумке запасную одежду, тогда при необходимости я защищусь от ветра и стужи. Сумка через плечо, это вроде даже модно. пожаловала я открыл свои походы в дальний парк. Сколько раз я делался еще на подходе к повороту мокрым до нитки. Когда я чувствовал, как созревает огненный ком в груди, я сбавлял шаг, а то и вовсе останавливался и пережидал. Случалось, я от слабости останавливался, упирался руками в спинку скамейки и отдыхал. Однажды увязались мальчишки, они дразнили «Тащай, тащай, ноги не потеряй!» Я озлобился, но после сообразил, что это так и есть. Я смешон. Смешон, но таким не буду. Все же, когда я вернулся с прогулки, я долго рассматривал себя в зеркало. Да, картина неутешительная, серое и измятое лицо, впало и щеки, под глазами черные мешки, губы синеватые, в корочках лихорадок, половины зубов нет, другие покривились и морщины, морщины. Меня преследовала единая нескончаемая простуда. Даже горло болело, как при ангинах, и месяцами не проходило, хотя гланды давно были удалены. беспомощность перед лихорадками, потом, непогодой. Вынудили обратиться к словам воодушевления. Собственно, я уже давно наговаривал слова веры и отрицания болезней. Ими я не только смирял сомнения и беспокойства, я пробуждал яростные желания к сопротивлению. Это особенно помогало преодолевать боль, крушение головы, неожиданной слабости. Я, наверное, не раз спугал прохожих бормотанием. Слова шли от сердца и его одушевляли. Часто я заводил с собой горячие беседы, я вбивал в себя самые точные и самые доказательные слова, распрямлялся после них. Я делался с каждым разом все нечувствительней к невзгодам. Вся сила невзгод над нами прямой результат страха за себя. Чем отзывчивее мы на невзгоды, неудачи, боли, тем, значит, больше боимся и полнее глубже оказываемся во власти страхов, которые опаснее всех ядов и болезней подтачивает организм. Я начал подрубать эти связи, освободиться от страхов и сомнений. Я брел пока еще ощупью, но в верном направлении. Та зима огнем и жаром прокатывала через меня. Я лишь туже взводил пружины воли. Теперь я не страшился перенапрячь их. Я уже вплотную подступил к понятию тренировки воли. Смутно оно уже рисовалось мне. Заклинания делали меня чрезвычайно выносливым на срывы и сбои. Разве это не из области тренировки воли? Я много раз думывал, как найти формулу тренировки воли, как воспитывать нервную выносливость, как вернуть себе нервную свежесть и неутомимость. Не верю, будто эти величины даны навечно неизменными и жизнь их лишь умаляет, сокращает и выцеживает до дна. Я должен найти ключи к тренировке воли. Это позволит возрождать нервную систему, держать под контролем все психические процессы, быть могучим до конца дней. Этот поиск завораживал, недаром я так вцепился во все, что касалось Бехтерева, его жизни, взглядов. Это лежало предельно близко к смыслу моего поиска. Во всех испытаниях я держался правила преодолевать любые новые трудности, держаться программой оздоровления, а организм сам исправит неправильности, он этому научен природой. Вся загвоздка в том, что мы не верим ему и еще не умеем терпеть. Мы от всего без колебаний отгораживаемся микстурами, уколами, таблетками и жалобами. Мы постоянно вносим в организм беспорядок и ослабляем его. Но самое главное, мы боимся. Страх могущественный инстинкт. Все, что связано со страхом, организм пропускает в первую очередь и запечатлевает чрезвычайно надежно. Так вживаются скверные мысли, болезненные состояния духа, а к ним же и приноравливаются соответствующие функции организма, ведь страх бережет жизнь, иначе нельзя. Организм почитает страх за своего верховного охранителя. Я дал слово держаться в любом случае, даже если весь мир станет убеждать меня, будто я безнадежен. Пока я сам не соглашусь, ничто не может сломить меня. Это генеральная установка для работы организма. Надо лишь следить за строем мыслей, не засорять организм опасными и ненужными командами. Я все ближе и ближе подступал к идее волевого управления организмом. Обычных житейских радостей было маловато. Телевизор я почти не смотрел из-за головных болей, да и гриппы мордовали более чем исправно. Читал я тоже мало, опять-таки из-за головных болей и недосыпа. Стоило открыть книгу, как я тут же слепнул от желания спать. Зато ночами такое желание не возникало и в помине. Впрочем, однообразие быта не угнетало. Я и не замечал его. Я горел мечтой и верой. Я был в будущем. Я вставал чуть свет, независимо от того, когда заснул. Я брел в парк по любой погоде. локтем я прижимал к боку сумку с запасными одежками. Я шагал и твердил заклинания. Да и как не твердить? Почти каждая ночь без сна и в лихорадке, в составных болях, мути, тошнот и головокружений. Глухие, как ночь, зимнее утро, ищет звезды и луна, не намятый снежок под смутным фонарным светом. Я такистово твердил заклинание, что, казалось, прошел судьбы заступничества. Я это уловил, и презрение начисто изменило тон каждого слова. В ярости против слабости и в любви к жизни были отныне все слова. Порой люди озирались, я забывался и говорил в голос. Тогда я приучил себя говорить страстно, горячо, без малейшего движения губ. Обливаясь потом, дрожа, прокаленные ознобами, которые в ту зиму замкнулись в одну нестихающую лихорадку, я искал опору духа в точных и пружинных словах. Я опирался на каждое такое слово, избавлялся от слабых тусклых мыслей. За каждым новым словом я видел будущую жизнь, я насыщался верой в преодоление болезней и слабостей. В этом парке поворот домой находился в 30-40 минутах ходьбы, по меркам той ходьбы. Я мечтал теперь о пустяшных сотнях метров без пота и одышек, как прежде о великих рекордах. Я одолею нераспознанную болезнь, от нее и пот, и ночные лихорадки. Какая разница, как она именуется? Я вытравлю ее волевым сопротивлением, тренировками и всем поведением. Я так воспитаю чувство, что организм сотрет все болезни. Но сначала я обязан оздоровить себя. В феврале-марте, той зимы, я обратился к заклинаниям против головных болей, или в более широком смысле против спазматических реакций организма. По их вине я работал кое-как, испытывал раздражительность, сторонился людей, а самое важное, был ограничен в любой физической деятельности. Стоило хоть чуть-чуть напрячься, как головная боль превращалась в злую и на многие часы. Я должен был расширять физические возможности, без этого неосуществима программа оздоровления. Следовательно, надо подобрать ключи и под все больные спазматические реакции организма. Я непрерывно читаю и перечитываю все, что есть о внушениях, самовнушениях, руководстве волей. Я ищу, как приложить свои выводы на практике. В этом уже есть настоятельная потребность. Нужна психотерапия самовнушениями. Без нее я не поднимусь, да и вряд ли смогу в будущем повести нужную работу. В этот раз я сознательно составил правила лечения. Я решил следить за своим настроением, переменить его, если угодно, стать другим человеком, и это не только во имя излечения главных болезней. Я зарос скверными чувствами. Они отравляли жизнь, превратили меня в тягость даже для самого себя. Правила я разделил на две части. Самовнушение для воздействия непосредственно на состояние сосудов, тирание и воспитание определенных черт характера, а также постоянный контроль за настроением. Слова для правил вырвались из души. Я лишь ужал их и подчистил. Я выучил их и наказал себе читать каждое утро. Читать, повторяя, так, чтобы представлять, как физиологическую картину сосудов, на которые я обращаю часть правил, так и смысловую. Это по другой части правил. Не твердить попугайски, а ярко образно представлять и не разочаровываться при срывах. Это трудный и затяжной путь. Десятилетиями я закладывал неправильности в работу организма и мозг. Долгие годы нужны, дабы сбить инерцию организма и привить себе новые черты характера. Я понимал, главное верить. Непоколебимо верить в правоту и целительность того, что творишь. Ни наталеку не сомневаться в себе и результат их работы. Даже ничтожные фальш, ирония и сомнения сведут на нет любые усилия. Организм настроен на каждое ничтожное движение мыслей. Любая преобразуется в физиологические реакции. Это от великого приспособления организма в борьбе за выживание. Беда в том, что мозг посылает не только разумные команды. По этой причине наступает рассогласование важнейших жизненных процессов. Иначе быть не может. При накоплении определенной информации в соответствующем уровне сигнала организм неизбежно совершает поворот в сторону, диктуемую психическим состоянием. Характер имеет непосредственное отношение к здоровью. Поэтому есть люди, способные вынести казалось бы безмерный груз горя и бед. Характер уберегает их от разрушения и болезней. Радостный, волевой и деятельный характер в конце концов проведет через любые препятствия и приговоры судьбы. И при любом, даже самом неблагоприятном стечении обстоятельств он сохраняет возможность преодоления их действием. Нельзя долго о чем-то жалеть. Это всегда отоглядывание назад. Сомнение в своих способностях это умаление значения воли. Надо великой заповедью нести в себе «Будь господином своих мыслей». Любая мысль переходит в твой физический строй. Осваивай дисциплинированное мышление, дави отрицательные чувства, убирай мусор». В ту зиму я мог бы добиться существенного улучшения здоровья. Не соверши две ошибки. Моя незащищенность против охлаждения, а также ночные лихорадки понуждали искать средства обезвреживания их. Так в мои руки попадает книга немецкого пастора Кнейпа о целительности лечения холодными процедурами. Пастор практиковал во второй половине девятнадцатого века. Книга написана страстно и, что весьма коварно, увлекала примерами. «И я дрогнул, буду следовать советам Кнейпа и стану нечувствительным к холоду, а может быть и сниму ночные лихорадки. Я изучил рекомендации и приступил к холодным обливаниям. Через месяц меня поразили боли в суставах. Это был ад. Ночи напролет кто-то дробил молотом их. лихорадки. Продолжение следует... Продолжение следует...